всех приветствую в этом видеоролике захотел проверить заодно зарядку аккумулятора audi a4 b8 у дорестайлинга существует проблема о том что силовой кабель который идет от генератора со временем с ним что-то происходит он окисляется контакты окисляются и ток заряда на аккумулятор поступает уже очень маленький что-то в районе 14 вольт если 13 9 то это уже действительно проблема зарядка аккумулятора поэтому я решил проверить если такая проблема в этой audi a4 и какой ток утечки заодно тоже проверю сейчас покажу под капотом что люди делают примерно чтобы от этой проблемы избавиться нужно от силового кабеля с генератора прокинуть под капотом под жабо и где возле лобового стекла там есть клемма с положительными контактами и туда нужно будет просто прокинуть кабель дополнительный кто-то прокладывает 25 квадратов новый кабель в оплетке кто-то по-моему даже больше но в общем чаще всего я встречал что 25 квадратов для того чтобы правильно посчитать ток потерю в проводах нужно включить максимально подогрев включить максимально вентилятор печки включить свет обязательно короче максимально нагрузить генератор сейчас максимально вся нагрузка включена плюсовая клемма находится вот здесь если нужно провод то можно дотянуть вот до вот этого до этой гайки тянуть нужно от генератора прокладывая кабель вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь около метра выходит кабеля сейчас смотрим какое напряжение показывает при максимальной нагрузке на генератор теряется получается меньше чем одна десятая вольта что является в принципе нормой сейчас посмотрим еще ток утечки двигатель остановлен ток сейчас потребляется около пяти ампер ставлю на охрану нажимаю на охрану ток падает уже до трех теперь ждем когда машина заснет должно пройти как обычно минут пять наверно десять поставил на охрану таким же образом сейчас буду наблюдать чего багажнике происходит со всеми закрытыми токерами вот сейчас еще только 2 ампера но я только-только поставил на охрану вот спустя минут минуты три наверное даже может меньше толку полда 120 скотча до 200 миллиампер еще чуть подождем но здесь ток явно меньше чем ток утечки меньше чем на audi a6 прошло десять минут смотрим какие показатели получается около 150 миллиампер ток утечки сейчас упал до 0 до 80 миллиампер 90 100 ну короче от 80 до 150 ток утечки а теперь подытожим это видео данные проблемы с недозарядом аккумулятора подвержены audi a4 b8 до рестайлинговые в рестайлинге эту проблему решили если измеряете и показывает низкое напряжение на аккумуляторе во время запущенного двигателя если хотите сделать по уму то нужно менять весь кабель который идет от генератора на стартер и на вот эту плюсовую клемму это достаточно проблематично многие пишут там о том что нужно снимать правую опору двигателя потому что там не подлезть там как раз таки находится стартер на drive 2 все поголовную кто сталкивается кидают просто новый кабель от генератора прокладывая там где я показал на видео и принципе на генерала аккумулятор приходит нормальное напряжение опять же нужно внимательно изучать эту проблему если аккумулятор не заряжается проблем может быть также в генераторе соответственно если измеряете под капотом на этих клеммах под жабо тоже низкое напряжение соответственно нужно замерить и на самом на выходе самого генератора но надо быть крайне аккуратно чтобы там плюсовой контакт не замкнуть на какую-то деталь на массу двигателя или там на кузов с этим надо будет крайне аккуратно если с генератора соответственно приходит напрямую маленькое напряжение то уже там нужно обслуживать сам генератор еще один способ как или признак того что не дозаряжается аккумулятор в режиме к выбираем здесь вот battery level это можно активировать с помощью вакома и здесь процентном соотношении показывается не уровень заряда аккумулятора а вероятность того что двигатель будет запущен соответственно если он ниже чем сто процентов это такой вот звоночек о том что хорошо бы проверить вольтметром что у вас приходит на аккумулятор не дозаряд аккумулятор на самом деле тоже снижает срок службы самой аккумуляторной батареи на этом все пишите в комментариях если вы решили измерить какое напряжение у вас под капотом и в багажнике на аккумулятор приходит будет интересно сравнить надеюсь это видео будет кому-то полезно подписывайтесь ставьте лайки всем пока